Привет, друзья! Сегодня я хочу представить вам свою новую рубрику, называться она будет «В гостях у сказки», в которой я буду показывать интересные аквариумы свои и аквариумы своих друзей. Сегодня я покажу вам крутейший, просто модный риф с жесткими кораллами моего доброго друга. Мы посмотрим, кто живет в этом аквариуме, какие кораллы и как устроена система жизнеобеспечения. Сам аквариум имеет объем около 350 литров, а система в целом 400 с небольшим. Аквариум довольно старый, я этот аквариум знаю лет 5 или, наверное, 6. И вот таким и должен быть аквариум. То есть это очень стабильная система, где мало что меняется, где не трогается оборудование, оно когда-то было настроено, и оно работает оптимально, где там не доселяются каждые 2 месяца рыбки. И вот я последний раз этот аквариум видел, наверное, года 2 назад, он был примерно в таком же классном состоянии. То есть стабильность морской аквариумистики – это прям залог успеха. Из населения вот тут есть роскошный совершенно хирург Японикус, тоже я его знаю, наверное, лет 5, наверное, да? Вот такой он старинный. И совершенно роскошная толстенная зебра. Есть еще макрофаренгадон, тоже, да, он сколько живет уже? Совершенно какого-то чудовищного размера кауластрея. Огроменная колония, гигантская. Есть эуфилии, такая фунгия желтая. И такая вот фунгия, как она? Да, 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 да. Ну, тоже она чудовищного размера, гигантская. Они обычно там сантиметров до 10, а это сантиметров 30, наверное, в диаметре. То есть огромная. Вот такая эуфилия желтая, может быть, тут из-за синего цвета, да, камера не передает. Тоже довольно роскошно выглядит, тоже огромная колония. Календрум огромный, фантастический, акропоры здоровенные. В общем, все как в лучших рифах. Я в одном из своих видео, да, по-моему, даже в нескольких, показывал про внешнюю шахту рюкзачок. Посмотрите, вот тут она работает, в этом аквариуме. То есть вот снаружи сам рюкзачок, в нем проведены трубы. Здесь аварийка и основной слив. Но прелесть такой конструкции в том, что в аквариуме она совершенно не занимает места. Да, то есть ровная стенка, нет никаких... Сейчас подальше попробую отойти. Ровная стенка и нет никаких коробов, никаких шахт. В общем, категорически рекомендую вам такую конструкцию. Я еще к слову, вот к этому переливу хочу отметить большое преимущество в том, что вода в этих трубах идет без пузырей. То есть идет чистая вода. Там основной слив работает по принципу сифона, а излишки воды идут через аварийку. Такая конструкция очень удачна, потому что у вас не летят брызги в сампе, да, от лупающихся пузырей. И это очень тихая конструкция. Так что вот, берите на вооружение. Я без предупреждения, на самом деле, нагрянул к своему другу, и он не прибрался. Так что вы имеете возможность просто наблюдать, вот как выглядит тумба настоящего продвинутого рифовода. Про оборудование. Значит, вот идет слив с основной шахты. Здесь моднейший стоит кран тонкой регулировки. Да, если интересно, спросите в комментах, я подробнее расскажу. Всего два отсека в сампе. Это вот я говорю тем людям, которые в сампе пытаются сделать 150 отсеков вот такой ширины и там что-то туда напихать. Вот, два отсека. Первый и второй отсек, да, он же насосный. То есть насосный отсек так или иначе нужен, потому что от него зависит уровень воды вообще во всей системе. Он регулируется по этому отсеку, и на случай аварии, да, откачается только этот отсек. В основном отсеке установлен пенник марки Red Star. Хороший годный пенник на помпах Джебау, да, сейчас это известная штука, в общем-то вы все знаете. Стоит кальциевый реактор небольшой. Он обеспечивает, да, с запасом вот эти огромные колонии. Стоит баллон с углекислым газом и мешалка кальквасера или кальциевая мешалка. Это нужная штука для того, чтобы поддерживать PH на постоянно высоком уровне и компенсировать углекислый газ, который идет из, да, не обработанный из кальциевого реактора. И, собственно, из оборудования, чего еще? Да и ничего больше. Водрослевик. Да, водрослевик, сейчас пойдем посмотрим. Кальциевый реактор обслуживает перистальтическая пумпа небольшая. Ну, то есть, вот, да, грубо говоря, для такого модного, прям крутого рифа, вам нужно небольшой пенник, кальциевый реактор маленький, мешалка кальциевая, возвратная помпа, все. То есть, ну, не надо там никаких этих суперфантастических технологий придумывать. С Блэк Джеком и Цианобактериями, да? С истерином и шлюхом. Слушайте, вот еще незаменимый компонент грамотного рифового аквариума, это водорослевик. Тут очень скромный аквариум, маленький, литров на 50, наверное. Через него вот еле бежит водичка, но водоросли растут шикарно и свою функцию экспорта нутриентов полностью выполняют. Если вам понравился видос, вам понравился аквариум, ставьте лайк, пишите комментарии. Увидимся в новых видео, в моей новой крутейшей рубрике «В гостях у сказки». Пока! Субтитры сделал DimaTorzok